Привет, друзья! Что такое наука? Наука, в принципе, это факт, из которого мы начинаем что-то производить интеллектуальное и при этом проверяем экспериментом. Там есть какая-то идея, гипотеза, безусловно, проверка. Но очень трудно создавать новые науки. Они, как правило, возникают на стыке разных дисциплин, на основе каких-то открытий, свойств, закономерностей, явлений. В данном случае мы говорим о науке человечности, и поэтому человечность, чтобы создавать такую науку, это очень сложно. Это очень сложно. И поэтому взять какое-то свойство, качество какое-то, взять, например, сопереживательность или честность или совесть. Это же все признаки свойства одного качества человечности. Ну, допустим, мы возьмем разбирать каждое это свойство, это качество. Трудно научными определениями это сделать. Ну, поэтому, наверное, все-таки нужно собирать массив фактов, связанных с этим, и производить эксперимент. Например, вы провели себя таким образом в отношениях каких-то по-человечески, и посмотрели, какой результат. И вот такими опытами поделитесь, пожалуйста. Мы же этим самым и развиваем науку человечности. И странно тут удивляться, например, как же это сделать, как же это сделать, это же надо сделать наукой. А так науки и делаются. Это все непросто, это все творческая работа, это переживание. И авторы наук, вы меня извините, да, и мне себе это падало. Вот, например, если вы посмотрите биографии различных авторов, как создавались их науки, какие жизни они пережили. Да-да-да, и мы вместе с вами сейчас, потому что это высшее счастье, когда каждый из нас счастлив быть собой, именно собой, и в то же время вместе. Когда мы можем вот так вот делиться откровенно, по-человечески, общаться между собой в этой теме, которая, вот этот раздел науки человечности, вот уже Сергей Сухороков из Украины предложил назвать школой человечности. Спасибо, Сергей, это очень здорово. Вот видите, вот такие вот предложения, они как раз-таки и культивируют у каждого человека, кто начинает участвовать в этом процессе, убежденность, что это правильно. Конечно, конечно, потому что именно расчеловечивание как раз-таки происходит сегодня. Нас разобщают друг от друга, не дают пообщаться по-человечески. Дистанцируют и прочее, и прочее, и заваливают группой материалов, которые вот создают вообще-то отсутствие какого-то понимания, как жизнь устроена, и почему это так происходит, мы не понимаем, да. Поэтому я и буду сегодня вечером бесплатный такой ликбез очередной проводить, говорить о дозе применения, вот там доза будет понятие, чего мы раньше не говорили, потому что очень многие, применяя методику ключей, подбирая себе упражнения, забывают о дозе, забывают о дозе, потому что от времени продолжительности применения какого-то приема зависит переход количества в качество. Переход вот этот триггерный, квантовый, так называется модным словом, в то состояние, когда у нас снимаются стрессы, и как раз-таки мы открываем у себя вот эту человечность, когда начинаем думать без суеты, оценивать ситуацию, сначала бесстрастно выходя на нуль, а потом с позитивным отношением, да, и многие там сразу начинают чувствовать любовь ко всему, да, ко всем, готовы делиться своей радостью, это такое прекрасное состояние, да понятие дозы надо там знать. Об этом мы сегодня на ликбезе поговорим, это очень будет интересно, это будет очень интересно, я вам обещаю, вот вы видите, почему интересно, вы видите, почему, потому, вы видите.